всем привет меня зовут катя и вы на канале aromatic bubble сегодня вместе с вами я буду собирать такую новогоднюю сказочную композицию мне надо их сделать две штучки сегодня я сделаю с вами одну из них и в конце видео покажу вам уже второй вариант композицию я буду собирать вот в такой вот коробочке эта коробочка симолэнда волшебных моментов в новом году что мы сюда будем с вами добавлять у нас пойдет вот такой вот олененок зайчиком и белочкой я уже предварительно залила затонировала и покрыла перламутром так как у нас все-таки сказочная композиция также в работе я буду использовать три вот такие розочки две одинаковые и бутон вот такие вот шишки стандартные я думаю что у многих такие есть да то есть как они там сосновые давно шишечки и вот такие вот сахарные ягодки выбрала белого цвета так чтобы они такой контраст с красными розами так из зелени мне понадобятся елочки у меня есть вот такие вот чистенькие а есть заснеженные как сделать заснеженные елочки я уже снимала видео ссылочку вы сейчас видите в углу своего экрана и также прикреплю в описании под видео можете зайти посмотреть то есть вот такой вот искусственный снег он еще пока у меня осыпается вот все лишнее осыпется и больше он уже осыпаться не будет также я выбрала вот такой вот тую темно-зеленого цвета как раз под цвет елочек она у меня будет такими вот пиками увеличивать высоту моего букета также у меня есть вот такие вот шарообразные елочки как заснеженные да то есть вот смотрите они придают такую вот нежность букетику то есть он не такой прямо агрессивный получается также букете буду использовать вот такие вот веточки синие цветочки я снимаю они мне совсем не нужны но как-то синий цвет в этом букете мне не нужен такие веточки есть с розовыми цветочками с белыми с фиолетовыми вот но цветочки я сегодня использовать не буду вот такая веточка и также не помню как это называется вот такие вот пушистики снимаются они с веточки одеваются на шпажку это с патиной как вы видите белый налет что вот у этой зелени что у этой то есть это как раз тоже имитация такой вот заснеженности так это у меня предыдущие работы уходила то есть видите мне надо было до маленький кусочек вот а так я буду их использовать в основном по одиночке то есть я отрезаю от основной ветки и потом на горячий клей я их приклеиваю внутрь букета и возможно еще мне понадобятся вот такие вот веточки с пенопластовыми вот такими вот шариками посмотрим как это будет смотреться в общем они мне возможно пригодятся для того чтобы заполнять пустоты внутри букета вот и также я еще подготовила вот такие вот мелкие цветочки они такого нежно-розового цвета но в принципе тоже должны хорошо смотреться с моими розами то есть они видите переливаются от белого к такому темно-розовому вот поэтому я их тоже приготовила обрезать буду точно также с веточки и здесь получается вот такой вот соцветия для того чтобы заполнить это все пространство я буду использовать пенопласт вниз коробочки я использую ну какой-то кусочек такой бесформенный в принципе здесь без разницы он может быть маленький большой какой угодно там корявенький да его все равно видно не будет он у нас выступает именно как пьедесталом под основной в кругляшок кругляшочек я обрезала четко по диаметру своей коробочки для начала чтобы нам зафиксировать вот этот кусочек нам понадобится клей-пистолет горячий клей капаем на дно коробки и самое главное никогда не прикрепляйте пенопласт на горячий клей он у вас просто-напросто расплавится поэтому наполняем вот так вот клеем даем ему немножечко остыть и теперь сюда уже вставляем вот этот вот наш кусочек подержим немножко пальчиками чтобы он у нас лучше приклеился сначала мы с вами оформляем непосредственно внутренности этой коробочки а потом будем закреплять крышку крышку я закрепляю вот так вот сбоку покажу вам как это делается то есть не дни на донышко а мне необходимо чтобы эта крышка выступала получается задней стеночкой и так чтобы красиво так вот до читалось типа как поздравление то есть вот так вот это у меня будет смотреться вот она же выступает задней стенкой и красивая надпись так для того чтобы закрыть вот этот вот кусочек я буду использовать бумагу тишью отрезаем четко по размеру нашего кружочка так чтобы его можно было обернуть так отрезаем получается такой квадратик можно использовать и зелененькую бумагу да как под цвет травы но так как это у нас заснеженная будет полянка поэтому я использую белую бумажку и теперь на горячий клей вот так вот я фиксирую каждый кусочек друг другу просто оборачиваю вот эти вот уголочки я особо не трогаю потому что они у нас будут делать такое более плотное наполнение между стенками нашей коробочки и нашим наполнителем так все все это зафиксировали теперь наносим горячий клей на бумагу тишью так у нас не расплавится не основной наш кругляшочек до наполнителя не вот этот вот который постаментом до является точно также даем клею немножко остыть чтобы не растопить вот этот кусочек и теперь приклеиваем и хорошо подержим нажимаем если где-то не убрался получается вот этот вот не убралась бумажка мы ее просто заталкиваем шпажкой можно также из бумаги тишью сделать юбочку до чтобы она у нас служила такой вот подложкой но смотрите это по желанию либо оставляем да вот такой вот выступ немножечко возвышается пенопласт либо делаем юбочку покажу вам как ее сделать вообще на будущее да я ее конечно сейчас сделать не буду но вдруг кому это пригодится вот можно использовать целиком кусочек да то есть вот так вот мы ее делаем и сминаем равномерно сминаем все сжали и теперь приклеиваем на горячий клей либо также с помощью шпажки загоняем между основанием и коробочкой то есть вот таким вот образом до делаем как я уже сказала юбочку и она у нас получается будет вот так вот смотреться так и теперь мне необходимо зафиксировать крышку подготавливаем ручку здесь есть вот такой вот шов на крышке и на коробочке распределяем ровно так чтобы ровненько все это дело у нас читалось вот так вот ровненько да то есть текст получается ровный и самое главное чтобы вот этот вот выступ он не был слишком как бы отходил от коробочки понятно да иначе коробка будет неустойчиво стоять так и теперь сейчас я немножечко уйду из кадра я прислоню коробку к себе но я вам объясню на словах что я делаю то есть тут скорее наверное надо какой-то человек который вам поможет то есть мне надо начертить ручкой линию на стыке коробки и в крышке сейчас я вам это все покажу вот смотрите видите я получается начертила это ручкой и теперь я наношу клей вот здесь вот жирненько наношу и точно так же в этом же месте но по низу прикрепляю коробочку вот все видите она у меня встала четко на то место где надо и вот здесь вот точно так же я фиксирую сейчас я сделаю еще поровнее все и теперь держим до полного остывания клея потому что если мы сейчас отпустим наш крышка просто съедет сторону так все коробочка у меня зафиксировалась видите она устойчиво стоит ничего нигде не выступает даже вот такой вот незначительный выступ он особо не мешает то есть вот коробочка стоит так и теперь мне необходимо заполнить вот эту пустоту до которая вот здесь вот потому что если мы будем смотреть на композицию это все будет просвечиваться для этого я использую то есть вот маленькие елочки подготавливаем инструменты которые понадобятся в работе это вот такие кусачки длинный пинцет потому что я в основном приклеиваю все элементы внутри букета да то есть бывает так что неудобно подлезть там чтобы шпажку вставить вот поэтому я это все приклеиваю и очень удобно внутрь букета залезать именно пинцетом так и также вот такие вот тоже кусачки нарезаю на небольшие вот такие вот сегменты шпажку шпажку подбираете так чтобы она так не та елочка так чтобы она у вас хорошо подходила вот под ваши вот эти вот дырочки в зелени если шпажка слишком болтается или у вас например зубочистки то можно просто на капельку горячего клея вот так вот зафиксировать все так у вас никуда не денется ваша шпажка и елочка не слетит вот когда такой брак обязательно удаляйте потому что это некрасиво потом смотрится в букете вот здесь шпажки длинные нам не нужны нам нужно только вот воткнуть в наш наполнитель чтобы елочки держались вот загоняю прямо вот видите под самую под самую зеленушку даже так 1 я стеночку укорачиваем еще немножко и вставляем еще разочек видите прямо вот это вот ножка до которая зелененькая она уходит непосредственно у меня внутрь наполнителя вот что получается это я немножко переставлю потому что видно задняя стеночка вот видите такой получается заборчик и здесь ничего не видно по задней стеночке тоже ничего не видно дальше мы это все будем декорировать более высокими веточками вот первое такое вот основное у нас действие это закрыть вот это вот пустоту сюда бог так дальше начинается все самое интересное тут уже включаем фантазию и начинаем распределять всю нашу зелень в первую очередь я буду распределять вот эти вот елочки так лишнее вот этот вот лишний снег мы сейчас отряхнем чтобы он потом нигде никак не осыпался то есть вот таким вот образом вы просто отряхиваете все то что нам надо все останется на веточке а лишнее она все уйдет и потом нигде не будет валяться если человек там поставить например на столе то у него не будет вот этих вот штучек непонятных то что у меня упала я не выбрасываю использую вот у меня есть мисочка с искусственным снегом и я просто вытряхиваю сюда буду использовать потом в следующих каких-то букетах так точно также большие длинные шпажки нам не нужны потому что елочки мы будем вставлять вровень с наполнителем и даже немножечко будем утапливать вот вот поэтому я делаю вот такие вот коротенькие шпажки чисто для того чтобы вот это вот наша елочка она вошла в наполнитель все лишнего нам как говорится не надо так и задаем размер получается нашей композиция то есть вот так вот она у нас будет в одну сторону вот так она у нас будет другую сторону здесь слишком длинные нам не нужны веточки так их вот так вот согнул то есть грубо говоря все серединку нашего наполнителя я вставляю вот так вот и вот эту потом в ходе сборки возможно я немножко переставлю эти елочки но пока пока будет вот так вот вот так теперь пока у меня не стоит олененок вообще задумка такая что он у меня будет стоять вот здесь вот поближе туда к задней стеночке вот пока он он пока он у меня не на месте мне необходимо задекорировать вот заднюю стеночку потому что потом после олененка уже будет туда не подлезть заготавливаем различные веточки все что нам может пригодиться и вот таким вот образом мы заполняем пустоты просто на капельку горячего клея на горячий клей удобнее всего потому что не всегда шпажка встанет так как вот просто листик до приклеенный на горячий клей вот так вот так еще сделаем заготовку из туи я обычно использую вот такой вот большой кусочек и остальные вот такие вот веточки я просто делю на вот такие вот веточки они просто идут как штрихи такие внутри букета вот так вот такую веточку кстати можно с шишечкой да вот с таким бутончиком по этой стороне например пустить то есть все вот эти вот палочки куда я наношу клей они у нас приклеиваются к наполнителю и к елочкам которые у нас уже зафиксированы непосредственно на шпажке вот поэтому вот эта зелень у нас уже никуда не денется видите вот она у нас прекрасно закрывает да здесь вот уголочек и ничего не видно так вот это вот веточку я наверное пущу тут самое главное задать какое-то направление то есть либо в эту сторону она пойдет либо в эту сторону давайте ее вот так вот наклоним так и здесь я делаю прокол шпажкой видите у меня есть ножка у туи поэтому наносим сюда клей и вставляем в наш прокол так наша веточка будет зафиксирована как будто непосредственно на шпажке вот вот так вот она здесь будет так и сейчас мы какую-нибудь вот такую вот еще высокую тоже сделаем снимаем цветочек вот такие веточки прямо очень красивые мне прям понравились они они как раз вот как для заснеженных таких букетов поэтому советую к ним присмотреться вот такие так и то же самое мы наверное сделаем сейчас вот здесь вот да то есть эта веточка у нас как бы смотрит туда а это мы сейчас даже зададим направление то есть непосредственно прокол я сделала как бы вот немножко по диагонали точно так же наносим клей и вставляем эту палочку так глубоко сейчас все основной композиции вот это вот бутончик прижмется туда и уже не будет сюда топорщится так основные элементы я пока поставила дальше мы уже будем декорировать после того как я поставлю олененка для того чтобы закрепить олененка мне понадобятся две шпажки тоже слишком длинные они нам не нужны надо именно так чтобы просто олененок держался которая более длинная шпажка я вставляю вот там где шея у олененка до сюда больше больше шпажки войдет самое главное не проколоть вот а который маленький элемент мы вот где спинка вот получается вот такая распорка и теперь устанавливаем олененка задавая нужный наклон можно помочь себе плоскогубцами устанавливаю не до конца видите у меня здесь остается пространство потому что сюда мы в дальнейшем либо елочки будем вставлять вот и нам просто необходимо чтобы олененок у нас возвышался над композицией то есть вот такая вот конструкция получается так теперь по задней стеночке мне необходимо добавить ягодки такие тут получается слишком длинная ножка я обрезаю и распределяю ягодки то есть это будет смотреться вот так вот у меня ягодки брала белые розы красные как раз это будет смотреться на контрасте если вы считаете что например зелени где-то мало то можно добавить любой какой-то зеленушки вот например такую веточку для разнообразия для пышности добавляем вот сюда в ягодки например вот видите мне сюда уже не подлезть поэтому я использую пинцет уже появляется веточка и оживает наша композиция остальные такие вот моменты акценты да мы уже будем расставлять после того как будет собрана вообще вся композиция у нас сейчас мы делаем такой вот основной основной фон так из шишек вот которые шишечки я показывала я наверно хочу сделать стройничок либо по одиночке буду ставить сейчас мы это все посмотрим сначала если например у вас плохо с глазомером то советую всегда сначала подставлять элементы без шпажек вот а потом уже если вам понравилось как это все располагается как это все смотрится тогда уже непосредственно накалывать на шпажку так так у меня будет роза идти вот повыше вот сюда и сюда то есть такой тройной акцент здесь можно тройник шишек здесь шишка и например сюда шишка да получается пышненько расставляю цветы потом буду зеленью заполнять уже пустые места так вот вот такая вот у меня получается заготовка так теперь мне необходимо сделать подложку чтобы не было видно наполнителя для этого я использую тую так вот и так продолжаем собирать наш букет кое-где буду вставлять цветочки кое-где буду добавлять ягодки вот это уже буду смотреть по ситуации вот но я думаю что словами я в принципе все объяснила теперь предлагаю наслаждаться просмотром под приятную музыку и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот так вот да на ленту как будто она у нас затянутая так лишний клей обрезаю и с обратной стороны делу то же самое вот такая вот ленточка так теперь продеваем ее обратно за коробку так и теперь у нас самое такое ответственное задание прикрепить ее непосредственно к самой коробке так чтобы не отвалилась у нас шапочка вот так зафиксирую ищем центр коробки и прикрепляю сначала одну потом другую половинку по центру центр это у нас как олененок смотрит вот так вот ждем пока полностью застынет у нас клей теперь зато я могу натягивать вторую сторону наносим вот здесь вот тоже капельку клея и фиксируем эту половинку все ленточка видите у нас зафиксировано проходит по самого верху шляп на этой коробочке или какое назвать шляпные она или нет так и теперь завязываем сам бантик который мы будем прикреплять коробки так ну давайте заодно да потому что с бантиками у многих проблемы смотрите в руках держу ленту она в принципе двухсторонняя поэтому здесь без разницы как вы будете завязывать берем вот такие вот две петелечки видно да вот так вот то есть ленточку зажимаем большим пальцем вот получается две петельки правую заводим назад и выводим вот сюда вот вперед все вывели опять же ее назад вот эту ленту перебросили вперед и вывели вот эту вот переднюю часть все смотрите у меня получается лента идет задняя да она проходит по прямой и передние тоже по прямой видно да вставляем пальцы в наши бантики и затягиваем затягиваем бантик так теперь мы бантик распрямляем так чтобы он был у нас красивенький и все дотягиваем дальше распрямляем ленточки вот так вот все вот такой получается красивый бантик и обрезаем вот эти части все теперь нам остается этот бантик только приклеить к нашему вот этому месту стыка наношу клей с обратной стороны непосредственно на сам бантик и приклеиваю вот сюда вот потом когда бантик у нас уже зафиксирован смотрите кто-то любит когда ленточки длинные я не люблю когда они болтаются вот и потом необходимо будет обжечь зажигалкой или спичкой сейчас я это уже показывать не буду вот такой вот у меня получается букетик все красивый воздушный бант все и как обещала покажу вам вторую композицию она в принципе такая же только цвета я поменяла то есть цветочки у меня белые ягодки в красные здесь наоборот розочки красные и ягодки белые вот такая вот смотрите какая кому боль а и здесь еще отличаются шишечки вот смотрите как кому больше нравится конечно вот такая вот композиция более яркая да с яркими ягодками это более спокойная вот так вот на сегодня у меня все большое спасибо что посмотрели это видео я с вами прощаюсь пока пока